Друзья мои, сегодня я хочу вам рассказать о миофасциальном релизе в фитнесе и что я об этом думала. Почему я решила поднять эту тему? Потому что я тут недавно заменяла педагога в одной студии по направлению здоровая спина. И ко мне после занятия подошла женщина одна и говорит, вот скажите, говорит, пожалуйста, я столкнулась с такой вещью, я ходила в этой студию на какое-то занятие, там где миофасциальный релиз давался, да, и говорит, я помассировала на роли, что такое МФР, да, вообще, это такой как бы вид самомассажа, да, на роли, ролл такой пупырчатый, да. Ну вот она помассировала спину на нем и говорит, вечером, и на следующий день просто жуткая боль, жуткое состояние было, даже пришлось, ну, что-то принимать. Что, говорит, вы об этом скажете? Я говорю, слушайте, ни в коем случае. Ни в коем случае больше это не делайте, не делайте. Ну, я как бы ей объяснила, почему мой взгляд, мое отношение к миофициальному релизу и использованию это все в фитнесе, потому что это очень популярно сейчас. Ну, это я вам сейчас с вами поделюсь, что я об этом думаю. Как всегда, я предупреждаю, что это мое мнение, вот. Не надо, как бы сказать, воспринимать это как истину в последней инстанции, да, писать мне там, что вы считаете по-другому. Просто послушайте какое-то вот альтернативное мнение по этому вопросу. А вообще, как я отношусь к МФРу, вообще, что это такое? Потому что я, ну, это уже давным-давно-давно уже это вошло в моду, все эти роллы, да, в фитнес-клубах. Педагоги говорят, что, ой, мы вам тут сейчас расслабим, здесь потянем, после занятия, да, там, это все будет окей, это так полезно. Я этим никогда не пользовалась. Вот. Я сейчас объясню, почему. Потому что я считаю, что это может принести больше вреда, чем польза. А я никогда не даю упражнения, те, которые могут навредить. Ну, то есть я даю те упражнения, в которых я буду абсолютно, ну, или хотя бы на процентов 90-95 уверена, что человек их сделав, у него будет польза. Конечно, гарантировать стопроцентной пользы нельзя, ни от упражнений, ни от лекарств, ни от чего, да, ни от жизни требовать стопроцентной гарантии нельзя, да. Но я стараюсь, чтобы мои упражнения, мои занятия приносили как можно больше пользы. А в этих роллах я очень даже сомневаюсь. Почему? Потому что я считаю, что это вид такой самомассажа, и придуман был он, во-первых, для чего? Для того, чтобы, как всегда, заработать деньги на нас, на людях, ввести это в моду, да, продавать эти все курсы по этому релизу, этим педагогам, да, фитнес-тренерам, продавать эти роллы, да. Что такое вообще самомассаж, да, самомассаж? К самомассажу обращаются тогда, когда нет денег на полноценный, качественный, хороший массаж. Да, массаж хороший стоит дорого. Вы сейчас мне, конечно же, скажете, что, ой, есть массажи, я хожу там на массаж за 500 рублей, недорого. Ребятки, массаж хороший, качественный, 500 рублей стоить не может. Хороший, качественный массаж, он дорогой. И, вы знаете, я, конечно, не знаю, какие сейчас цены на рынке, но я думаю, что сеанс хорошего массажа у профессионала, он не может быть в Обскове дешевле полутора-двух тысяч за сеанс. Ну, в принципе, не может. Не может. Это дорогостоящая услуга, при том, что нужно пройти целый курс, да, и повторять его через какое-то время. Вот. Поэтому вот была создана, я считаю, маркетологами такая штука, как вот этот вот ролл, да. Ведь можно же сказать, что эффект будет потрясающий, да. Все фитнес-тренеры, понимаете, бегут эти курсы проходить, однодневные, двухдневные, а может быть и несколькочасовые, да. И будут это вот все втюхивать своим клиентам. Ну, в общем, короче, как всегда, вы понимаете, да, вопрос стоит в деньгах. Я, в принципе, почему я не доверяю роллам, почему? Потому что я и массажу не совсем доверяю. Я вообще считаю, что массаж, это штука такая, очень может быть опасная. И вот тут, во-первых, нужно подойти очень серьезно к выбору человека, который будет вам делать массаж. Во-первых, во-вторых, это должен быть человек с метаобразованием, ну, хотя бы средним, хотя бы средним. Вот. И этого человека должен быть огромный опыт в этой сфере, да, а не просто какие-то курсы пройденные. И вы должны быть к этому массажу готовы, ведь у массажа существует много противопоказаний. Вот я сейчас все, что буду говорить, это я не прочитала где-то, я просто это понимаю даже, просто как обычный человек, да, я понимаю, что массаж нельзя делать людям, у которых проблемы с сердцем, у которых онкология, у которых что-то с сосудами не того, да, с кровью не того, да. Все, что, потому что массаж улучшает кровообращение, да, если что-то не того с сосудами, с кровью, с сердцем, да, это может закончиться, я думаю, даже летально. Да, можно так на массажик сходить, да, это вот первая проблема, да, что мы должны понимать, что массаж подходит не всем, далеко не всем. А судя по тому, какая у нас сейчас медицина, и мы многие вообще не знаем, в каком состоянии находится наш организм, потому что диспансеризация нам ничего не дает. Поэтому, просто как бы полагаясь на случай и идя на массаж даже к очень хорошему проверенному мастеру, да, мы не можем быть стопроцентно уверены, что все у нас закончится хорошо. Вообще, качественный профессионал, массажист, он же должен, наверное, как бы сказать, спрашивать, заинтересоваться состоянием здоровья своего клиента, да. Но, понятное дело, что массажист не хочет, не захочет отпугивать своего клиента, если он будет ему рассказывать, сколько много противопоказаний есть у массажа, да. Ну, мы сейчас с вами опять в дебри зашли, мы с вами, сейчас я начала вам рассказывать о массаже, об обычном, да, медицинском, потому что других видов массажа у нас нет. Друзья мои, у нас по закону в России только один вид массажа, медицинский, все остальное – это чпуха. Вот, я к обычному массажу отношусь очень остороженно, и я бы свой позвоночник не доверила бы никому, никому. Даже, если бы мне говорили, что это суперпрофессионал, что который берет там кучу денег за сеанс, я бы никому не разрешила мять мой позвоночник, никому. Сила нажатия рассматривается, да, вот как интенсивность, да, с какой интенсивностью делается массаж. Это все равно делается на глаз, понимаете, все равно все делается на глаз. Вот как он будет мне мять мою спинку, что он будет с ней делать? Может, он где-то посильнее нажмет, может, где-то что-то пережмет, не знаю, какое-нибудь защемление, наоборот, создаст. Поэтому, вот знаете, лучше без массажа, чем с ним, я так считаю. А что такое массаж с помощью ролла? А это вроде как тоже массаж, но получается, когда тебе его делает либо фитнес-тренер, да, непрофессионал, точно, точно непрофессионал в сфере массажа, либо когда ты сам делаешь, это вообще капец, да. Он-то хотя бы, может, какие-то курсы прослушал там, да, несколько часовые, а ты-то ничего не прослушал, дай бог, не знаю, на ютюбе ролик посмотрел. И ты начинаешь там что-то себе катать, не понять где, понимаете, да? Ну, это чепуха, это чепуха. Как ты себе катаешь, насколько интенсивно, что ты там, в каком, а можно вообще в этом месте его раскатывать, как нажимать, понимаете? Это все настолько вот, я не знаю, просто, понимаете, я всегда стараюсь мыслить критически, критически. И вот, как бы сказать, я когда вот только начиналась мода на эти роллы, я подумала, господи, что за фигня, что за дурь, что за дурь. И очень многие вот, я просто видела рекламу там у нас фитнес-тренеры, да, свои давали, рассказывали, как это полезно после тренировки. Да вообще-то, на самом деле, друзья мои, неоднозначное мнение, что его надо использовать после тренировки в качестве расслабления. А вот я, например, рассматриваю такой вариант, что его надо рассматривать перед тренировкой, чтобы подготовить тело к занятию, чтобы как раз-таки какие-то зажимы убрать, и чтобы тренировка могла быть более качественной, чтобы ваше тело было готово, ну, то есть, ваши мышцы были подготовлены. Вот у меня такой взгляд, что его нужно использовать перед занятием. Ну, а у нас в Пскове многие считают, что после, после. Я это вижу, когда они пишут свои какие-то рекламные посты, что вот-вот, покатались на роли после тренировочки. В общем, короче, ребята, это все так неоднозначно, это опять какой-то маркетинг, опять нам втюхивают не понять, что, и многие люди на это клюют. Вот, и вот женщина, я говорю, женщина подошла ко мне, говорит, а у меня так спина болела, ужасно просто. Потому что произошло какое-то, видимо, либо растяжение каких-то, понимаете, мягких тканей, либо, наоборот, компрессия. Что там она себе сделала, она же сама не знает, понимаете, она же не УЗИст, она же не может себя просканировать. А как по-другому, как по-другому? В общем, друзья мои, я против этого всего дела. Я против того, что потенциально может нанести больше вред, чем пользу. И всегда ко всем новшествам, которые внедряются, я отношусь к ним очень подозрительно, потому что, в первую очередь, я понимаю, что это деньги. Это деньги какие-то. Почему? Потому что публика хочет все что-то новенькое, новенькое, да, что надо, чтобы публика радовался у публики глаз. Новые программы, новые методики, новые какие-то там роллы, массажи, самомассажи, да. А для чего? Для чего? А чтобы денег побольше заработать. Потому что индустрия должна крутиться, как бы сказать, предлагать постоянно новый продукт. Но я говорю, я смотрю на людей, на окружающих, и многие, я вижу, что не относятся к этому критически. Что-то им впаривают, они берут, испытывают на себе, да, там. И вы приходите в фитнес-клуб какой-нибудь, и вам тут же говорят, да давайте мы вас покатаем на роли. И все соглашаются, и не думают о последствиях, понимаете. Массаж это не такая безобидная штука, не безобидная. Вот даже стоит вспомнить случай в Нижнем Новгороде, или в каком, или в Великом, я не помню. Женщина делала массаж ребенку, грудничку, что-то там не так, нажала, сломала ему шею, и ребенок умер через несколько часов, да. Такие случаи, они не редкость. Когда вам что-то там пережимают, и повреждается спинной мозг, особенно это очень страшно в шейном отделе, вот в шейном это все очень, как бы сказать так, это шатковалка. Я вот этого никогда не пойму, вот как люди настолько бессознательны и относятся к своему телу. Я говорю еще раз, я свой позвоночник никогда никому мять не дам. Я ходила на антицеллюлитный массаж, где мне ляжки мяли, попку, там еще ладно, там ничего такого уже ненаважного нет. Лимфу разогнали, кровообращение улучшилось. Хорошо, да, эффект был. Но свой позвоночник я никому не дам, никому не дам массировать. Вообще все это дело можно решать с помощью расслабления. Просто нужно научиться расслабляться, заняться аутогенной тренировкой, и все эти зажимы и блоки можно будет самостоятельно снимать. И даже не то, что снимать, вы просто перестанете напрягаться. У вас просто не будет ничего напрягаться, да? Ну и самое важное, что не сидеть постоянно в одной позе, скрючившись. Если у вас сидячая работа, то нужно каждые 30 минут вставать и делать разминочку, чтобы кровообращение улучшалось. Вот и все. И в принципе массаж это такая, знаете, это как такое баловство. Это такое, не знаю, как роскошь. Ненужная зачастую роскошь. Но многие клюют. А ролл это вообще чепуха. Чепуха. Больше вреда, чем польза. Ну ладно.